Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор на новые часики от Каслет. Вы знаете, я уже в таких хожу больше полгода. Сейчас вам про них тоже расскажу, потому что много вопросов. Часы бюджетные. Я считаю, что это бюджетный сегмент совсем для такого функционала, поэтому я думаю, обзор будет интересен. У них вышла новиночка Каслет, Smart Watch Lora, вторые. Вот у меня первый. Сейчас мы с вами будем обозревать вторую модельку. Итак, поехали! Так, часики пришли запакованы. Сейчас открою вам все, покажу. Очень красивая коробочка. У них сиреневый уже дизайн. Сразу вам хочу сказать, что это никакая не реклама за деньги. Это честный обзор. Я оставлять буду свой честный отзыв. Также и на предыдущие часики, которыми я очень, кстати, довольна, это просто честный обзор. Смотрите, Lora 2 Каслет. Я оставлю потом ссылочки, где их можно купить. Я, наверное, вот эти сиреневые часики отдам Ксюшке. Здесь на коробочке есть характеристики. Она запечатана. По-русски, по-моему, нет ничего, но будем с вами разбираться. Я что смогла, попыталась перевести, но я думаю, самое главное нам с вами посмотреть функционал. Сейчас сразу расскажу про первую модель. Вот они классные. У них там два ремешка было в комплекте. Удобное приложение у этих часов, очень удобное. То есть смотрите, как можно экранчики менять. Там в приложении выходят постоянно новые экранчики. Длительным нажатием вот так листаем и меняем тот, который мы хотим, собственно говоря. Мне пока вот этот вот нравится. А так там выбор прям огромный. Выбор огромный. В чем плюс этих часов? Вот я их ношу уже 7 месяцев, да? И что могу сказать? Во-первых, абсолютно точно могу сказать, что они водостойкие. То есть я с ними купалась, я с ними мочила их миллион раз. Ничего с ними не случается. В этом плане все отлично. По ним можно разговаривать. Это тоже плюс. То есть здесь синхронизация идет с телефоном по Bluetooth. И можно разговаривать. Когда вам кто-то звонит, вы видите, если вы в телефонный справочник в приложении номера эти перенесли, то у вас будет высвечиваться. То есть кто вам звонит, вы можете скинуть, можете взять трубку и поговорить. Но это будет как громкая связь, девчонки. Вот. Вижу все оповещения. То есть приложение можно отключить. Оповещение, которое вы не хотите видеть, грубо говоря, несрочно, да? А так все оповещения с мессенджеров, со всех абсолютно я вижу на часиках. Единственный как бы, ну минус, не минус, не знаю. Но для такого дешевого сегмента, я считаю, вполне вот этого функционала достаточно. Нельзя отвечать текстовым сообщениям. Вот единственное, чего здесь нет. А так здесь есть абсолютно все. Измерения давления еще нет. Но это тоже, я не знаю, в каких часах есть. Вот. И сердцебиение есть, кислород в крови есть. Но, в общем, набор функций, он очень богатый на самом деле. И мне безумно нравится. Так, смотрите. Лора 2. В чем преимущество? Сейчас пока буду открывать, быстренько вам расскажу. Вот смотрите, AMOLED дисплей. И мне, кстати, за 7 месяцев, по-моему, вот одна царапинка. Крестюшка у меня их как-то роняла. А так с дисплеем ничего вообще. Ничего. До этого был другой ремешок блестящий. Сейчас я делаю обычный такой розовый лаконичный. Вообще они очень стильненькие и красивые. Так, AMOLED дисплей у нас с вами 360 на 360 пикселей. Я не помню, кстати, сколько в моих уже было. Синхронизация и с айфоном, и с андроидом. Это правильно, верно. Потому что вот первую модель я синхронизировала с Ксюшкиным айфоном. Все как бы нормально. Так, что тут у нас еще на коробочке интересного? Ну, звонки. Это все понятно. Здоровье. Там есть программа прикольная для менструального цикла. И часики могут вам напоминать об этом. Для спорта программа развернутая. Вообще там очень интересное приложение есть. Так, как нам вскрыть с вами эту коробочку? Вот хороший вопрос. Как ты вскрываешься, дорогая? Как-то она должна выпрыгивать. Ох, нелегко, нелегко. Выпрыгнула. Смотрите. Сделано вообще все очень классно. А сегмент вообще очень бюджетный. Здесь тоже два ремешка, кстати. Я вижу уже. Один ремешок у них всегда идет в подарок. Так, здесь, наверное, у нас с вами зарядка. Инструкция по использованию. Я забыла, есть у них русский язык или нет, девчонки. Нет. Английский, китайский, испанский. Русского, к сожалению, нет. Но все достаточно понятно и легко. Вот у нас с вами штрих-код. Вот, по которому мы качаем приложение. Оно называется Glory Fit. Оно у меня есть в телефоне. Я сейчас вам все покажу. Так, а это... Смотрите, штрих-код, где другие языки. Вот, на коробочке все есть. Отличненько, все супер. Давайте доставать сами часики. Доступные, роскошные часы с премиальной тонкой рамочкой из алюминиевого сплава. Стройный гладкий корпус. Это я вам так информацию для ознакомления. Так, вот они, часики. Ой, какие красивые. Мне хочется их себе забрать. У них магнитный ремешок, девчонки. Смотрите. У моих такого нету. Вообще класс. У них вот этот ремень магнитный. Вот этот обычный, как у меня вот этот, наверное. Хотя у меня здесь как кожа, а он нет. Он такой вот резиновый. Он резиновый. Ремешочек это тоже резиновый, но здесь, по ходу дела, в каждом делении магнитики. Оп. Вот так прям. Ой, это удобно. Для Ксюшки, мне кажется, это будет очень удобно. То есть, как тебе удобно. Собственно говоря, так затянул, не затянул и надел. Вообще классно. Супер. И второй вот такой вот ремешочек тоже красивый. Они, кстати, очень легко меняются. Да, так же, как и на моих. Вот этот прям хоп. Вытащили и другой поставили. Очень удобно. Здесь такая вот защелочка. Так, не защелкнула. Вставляем в отверстие. Ага. Вот, все, попало. Здесь датчики есть. Давайте сравним с моими. Сниму. То же самое. Вот, смотрите, он мигает, потому что они у меня включены. По сути, все то же самое. Только здесь две точечки, а здесь почему-то четыре. Я не знаю, в чем отличие. И они немножко поменьше, что ли? Или мне так кажется? Да нет, вроде такие же. Так, дальше поехали. Что у нас с вами? Долговечность и элегантность. Ну, здесь я полностью согласна. Ответьте, у меня тут оповещение приходит. Блин, браслет клевый вообще. Слушайте, я прям тащусь от такого браслета. Супер. Так, это умные часы, ориентированные на здоровье. Позволяют одним касанием управлять важными данными о здоровье. Оснащены широким спектром передовых датчиков. Вот они, датчики. Интеллектуальный круглосуточный мониторинг. Но я их на ночь все равно снимаю, и ночью с ними не сплю. Хотя ставлю режим молчания, режим сна в приложении. Он у меня с 10 вечера до 10 утра. То есть они не вибрируют ничего, а так они вибрируют. У меня здесь стоит именно вибрация, потому что, ну, чтобы постоянно не переключаться. А еще дизайн, смотрите, отличается. Здесь колесико повыше, а здесь оно вот тут. Оно, в принципе, не нужно. Оно не нужно. А, еще есть кнопочка какая-то, слушайте. У меня кнопочек никаких нет. По заряду. Вот эти часы у меня трое суток держат точно, с учетом того, что у меня миллион оповещений в день из Телеграм приходит. То есть трое суток точно. Раз в три дня я их где-то заряжаю. Красиво. Так, давайте пробовать включать, заряжены они у нас или нет. Сейчас посмотрим. Зарядка вообще магнитная. Так, завибрировали. Вот у нас с вами Кайслект. Кранчик красивый. Ой, сразу заставочка. 1 января. Это все в приложении будет меняться. Это все доступно. Так, зарядку достаем. Ой, стекло, девчонки. У меня не было стекла. А здесь стекло в подарок. Смотрите, как здорово. Стекло сейчас с вами достанем. Вот, достала. Давайте попробуем с вами, что ли, вместе приклеить его. Да, вот как раз Ксюшке тема. Оно должно быть. У нас стеклышко обязательно. Потому что, я думаю, в школе она будет где-то... Ой, классно. Так, так, так. Подождите, выключитесь. Пока у 82%. Язык потом выставим. Сейчас пока все на английском. Пока все на английском. Сейчас стеклышко разровняем. Вот так пузырики выпустим. Так, не надо. Подожди. Я таймер включила. Тут пробежки, таймер. Все. Вот это вот много очень. Напичканно. Функционал огромный. Я вот многим даже не пользуюсь. Потому что мне это, в принципе, не обязательно. Пауза. Да, выходим. Все. Так, нам сейчас надо с вами поменять язык. И я вам покажу программное обеспечение. Включила пока часы к своему приложению. И поменяла язык. Теперь он у нас русский. Я могу вам, в принципе, все показать. Вот эта кнопка, я так поняла, боковая. Она для спортивных тренировок. Бег, велосипед, скакалка, бадминтон, настольный теннис, большой теннис, альпинизм, пеший, туризм, баскетбол, футбол, бейсбол, волейбол, крики, трекби, хоккей, танец, велотренажер, йога, приседания, беговая дорожка, гимнастика, гребля. Смотрите, как тут всего много. Вот я листаю и листаю. Латинские танцы, сквошь, боулинг, гольф, аэробика, просто. Пруссия, дзюдо. Здесь есть абсолютно любой вид спорта. То есть мы можем заниматься. Вот прыжки в длину, допустим. Хоп, все, погнали. Нажали, пошел таймер, гоу, прыгаем в длину. Он все нам посчитает и так далее. Так, выходим теперь отсюда. Скидываем результаты и смотрим функционал меню. Вот так мои часики, да, менялись. Здесь тоже это так меняется. То есть мы выбираем экран. Ой, какой вот этот красивый. Помимо вот этих экранов, которые здесь, еще есть в приложении. Экранчики я вам покажу сейчас приложение. Мне вот этот нравится. Классный. Так, вот меню у нас с вами. Активность, текущее состояние, сос, телефон, пульс, сон. Мы можем задать режимы сна. Я говорила вам уже, я на ночь снимаю. Кислород в крови, погода, музыка. Здесь очень классные, кстати, плееры. Играют часики прилично по громкости. То есть довольно-таки прилично. Можете выбирать музыку и воспроизводить ее именно через часы. Также выбираем через сколько у нас тухнет экран. Будильник есть. Я им активно пользовалась весной. Активация, поднятие можно включить. О, давление. Слушайте, а у меня не было. Давайте давление померяем. Мне так интересно. Сейчас Ксюшкин телефон зарядится. Я уже скачаю приложение ей на телефон и покажу вам, как оно выглядит. Так, плотненько надели. Смотрите, и давайте мерить давление. Тут у нас с вами смайлик улыбается. Вообще лучше не разговаривать. Слушайте, в моих часах такого нет. Давайте пока руку положу и покажу вам. В моих нет. У меня давление нет. Так, сейчас у меня немножко по-другому. У меня настройки вылезают. Не нажимая на кнопочки, как на этих, а с махиванием в бок. Здесь калории, шаги и так далее. Но у Ксюшки тоже это есть. Я посмотрела на Ксюшки. Здесь сообщение. Свайп вверх. Так, с этой стороны. Вот он функционал. Вы можете его выстроить, в принципе, как вам удобно. Это списком или вот так, как у меня. И свайп сверху. Он у нас с вами открывает тоже вот такие вот настройки. Здесь есть фонарик. Вот такой он яркий. То есть что-то в темноте поискать и так далее. Подсветочка. А, это экран. У меня, кстати, стоит экран на самом минимуме. Но он очень-очень яркий. Поэтому в этом плане никаких нету косяков. Так, загрузка приложения. Пароль. Выключить информацию. Настройки звука. Нет, у меня давления нету, девочки. Я не знаю, что это за давление. 45. Давление чего? Интересно. Ну, то есть это не АД в привычном нам понимании, да? Настроение. Смотрите, сейчас определят мое настроение. Очень много функционала добавили, чего нет в моих часах. Прямо очень многое чувствует. У меня ребенок будет играться. Прямо вообще-то сейчас у меня настроение определяет. В каком я настроении пребываю? Ну-ка, расскажите мне скорее. Ну, давайте, давайте. Определяйте настроение. Магнитная, кстати, зарядочка. Как у меня. Я спокойна. Представляете, я спокойна. Я спокойна. Вот такая магнитная зарядка. Мне кажется, они одинаковые. А, нет, они не одинаковые, кстати. Это вот для магнитной зарядки дырочки как раз. У меня вот их четыре. Вот они, они не подходят, Ксюшкина, ко мне. А на Ксюшкинах получается там две. То есть все равно разные разъемы. Зарядка магнитная. Очень удобно, на самом деле. Заряжаются тоже очень быстро. Так, что у нас тут дальше? Дыхание. Голосовой помощник, да, здесь есть. Здесь есть даже игры. А, игра в птиц. Ну, по типу Angry Birds. Дополнительные возможности. Здесь у нас с вами секундомер, таймер, найти телефон, фонарик. Так, тихо. Нам не надо пока телефон искать. Калькулятор. Удаленная камера. Вот этого у меня тоже. Камера, это прикольно. Я нажала сейчас, у меня она включилась на телефоне. Вообще прикольно, слушайте. Понравилось. Так, ну, калькулятор, все понятно. Таймер, секундомер. Функции слежки здесь нет. Это не детские часы у нас с вами, да. У меня у Ксюхи на детских часах было. Так, что у нас тут с вами еще интересного? Кислород в крови. Мерить достаточно точно. Могу вам сказать с уверенностью. Потому что есть на работе профессиональный. И я знаю приблизительно сколько у меня кислорода в крови. Тоже трендить-то особенно нельзя, когда меряешь. Но, тем не менее, мы с вами сейчас померяем. Посмотрим, сколько он покажет. Вообще, часики классные. 97. Обычно у меня 99, 98. Вот так. Ну, так как я сейчас вещала, то... А, уже 98. Он еще... 99, все. Он еще не закончил мерить. Кстати, на моих часах, когда устанавливаешь вот такой вот по типу Apple Watch дисплей, да, здесь вот так вот, чтобы пунктик меню какой-нибудь найти, нужно вот так вот в сторону листать. То есть это полностью сенсорный управляемый дисплей. Вот таким вот образом. 99, слушайте. О, к 97 вернулся. 97 все-таки решил мне показать. Так, сон, пульс, телефон. Здесь у нас с вами номеронабиратель. То есть мы с часов прям можем позвонить. У нас здесь с вами и история звонков, и адресная книга. Нет контактов. Их нужно добавить в приложении. Я основные контакты скопировала, добавила. Это делается очень быстро. Так, дальше. Текущее состояние, активность. В общем, вся вот эта информация, она здесь есть. Ее очень много надо листать, смотреть, разбираться. Настройки. Вот надо немножко изменить настройки, чтобы... Так, ну вот темы. Это список у нас сейчас в данном случае. Для меня он самый удобный. У меня почему-то вот на этих часах, когда-то крестюшка понажимала и установила вот эти вот ячейки, как на Apple Watch. Нет, мне больше нравится список. Сейчас себе тоже... О, начали приходить оповещения уже мне на эти часы. Так, яркость на серединке стоит. Можно тоже еще убавить. В принципе, этого прям вполне достаточно. Но пока я вам показываю, я ее увеличу. Вот, тайм-аут экрана. 10 секунд стоит. Мы поставим 15. Больше 15 и поставить нельзя. 15 максимум. Вот так. Ну, то есть, чтобы он быстро не выключался. Настройки. Звука. Информация. Это модель. Вот, смотрите. Информация. Выключить сброс. Загрузка приложения. Пароль. Загрузка приложения. Здесь вот такой QR-код появляется. Я к нему прям поднесла. И приложение автоматически загружается. Здесь у нас настройки языка, инструкции. Тоже QR-код для приложения. То есть, не запутайтесь, не потеряйтесь, где что скачать. Вот. Так, темы мы с вами посмотрели. Яркость посмотрели. Настройки звука. Громкости. Шокирование. Это я так. Рингтон мы выключим с вами. Звук мультимедиа. Выключим. Шокирование, я так думаю, это вибрация. Это вибрация. И ее, в принципе, достаточно. Я не люблю, когда часы пищат. А так можно, в принципе, тоже выбрать и рингтоны, и все, что вашей душе угодно. Улучшился Ксюшкин телефон. Я отсканировала первый QR-код. На афоне прям. Это проще. Специальное приложение не нужно. Мы загружаем вот это приложение. Glory Fit. Так. Требуется для установки Touch ID. Нет, не загружаем. Нам нужна Ксюшка. Нам нужна Ксюшка, чтобы загрузить приложение, потому что только по ее пальчику. Ксюшка приложила пальчик. Так. Окей. Нам нужна электронная почта, и на нее придет код подтверждения. Сейчас я все введу. Код подтверждения почему-то пришел в папку с вам, поэтому не пугайтесь. Поищите там. Если что, женщина, мы вводим здесь все параметры. Рост. Это все нужно для занятия спортом, для мониторинга здоровья. Вес приблизительный. Ксюшкин 45. Выставляю ей. Так. Вводим год рождения. Не знаю, сейчас пропустит он детский или нет. Месяц. Продолжаем. Не менее 150 минут аэробной активности. То есть цель 8000 шагов. Ей можно и 10 устанавливать. В школе она нашагивает по 15. Завершено. Так. При использовании. Закончить. Так. Смотрите. Вот у нас с вами очень удобное меню. Здесь есть вкладка спорт. Здесь есть вкладка. Я можно изменить здесь настройки. Сделать, в принципе, все как вам удобно. Разрешить. Добавить устройство. Теперь мы добавляем устройство. Так. Он мои пока часики нашел. А нам нужно лора 2. Так. Но прежде чем он их найдет, мне нужно отсоединить свой телефон от них. Потому что я присоединила пока к телефону эти часы. Сейчас я свой телефон отсоединяю. Он найдет и эти. Так. Все отвязала. И вот они здесь теперь появились. Мы к ним присоединяемся. И теперь все оповещения Ксюшки будут приходить на часики. Там это все фокус, фокус, фокус. В настройках есть. Вот так. Так. Создать пару. Разрешить. И настройки часов. Смотрите. Вот тут как раз в разделе часы появится сейчас много-много экранчиков, которые можно себе поставить. Их тут много-много. Прямо они загружаются. И новогодние, какие хотите. Их здесь полно. Вот здесь мои часы. Мы еще ничего не скачали. Так. Дальше. Смотрите. Вызов Bluetooth. Синхронизировать контакты. Смотрите. Открыть. Окей. И мы выбираем контакты, которые мы будем синхронизировать. С часами. Синхронизировали. То есть мы можем, вот они, добавить все контакты, но не больше 100. Но этого вполне достаточно. Включить звонки по Bluetooth. Шаг первый. Включите переключатель вызова Bluetooth. В общем, делаем все согласно настройкам. Подсказки все здесь есть. Закрыть вызов Bluetooth. Ну, то есть отключить, получается. Так. Настройки измерения пульса. Автоматическое измерение есть. Можно его отключить. То же самое. Кислород в крови. Как часто проверять нам не надо. Каждый час совершенно не надо. Мы поставим каждые 6 часов. Но это все тоже можно отключить и измерять именно только, когда вам нужно. Эмоциональный стресс. Автоматическое тестирование на уровень стресса. У меня это тоже было. Звонки отключены. Мы их сейчас с вами включим. Так. Подключена. Вибрация при входящем звонке. И отключена. Чтобы заглушить вызов. Удерживайте клавишу. Включили. СМС. Включаем. Тоже вибрация при сообщении. Еще у нас отключено. То есть откуда нам нужны оповещения. Сейчас мы включим Ксюшке сразу WhatsApp. Мама может писать в WhatsApp, когда ребенок в школе. И Telegram. Вот. Все. Остальное все. В принципе, это не важно. Это включать не обязательно. Напоминание активности. То есть когда долго сидите, часы будут напоминать, что нужно пошевелиться. Включение дисплея поворотом запястья. Нам это не нужно. Зачем он будет постоянно загораться. Не беспокоить. Вот. У меня, кстати, этот режим задан. То есть я поставила. С 9 вечера до 8 утра. Вот. Ну. Мы до 7. До 7.30 поставим. Потому что в 8 утра она уже в школу, допустим, из дома выходит. И я ей могу по пути звонить, писать. Вот. До 8.30 сразу все установили. Отключить вибрацию. Отключить напоминание сообщения. То есть функционал действительно очень большой и очень интересный. Очистить устройство, удалить, отвязать и так далее. Дополнительные настройки. Встряхнуть для фото. Он может фоткать этот браслет, эти умные часы. У меня нет такой функции. Найти браслет, формат время и язык устройства. Он уже у нас с вами установлен. Он русский. То есть все очень интересно, все очень понятно. Все просто замечательно. Сейчас мы попробуем Ксюшке чего-нибудь написать. И посмотрим, как это все дело будет здесь отображаться. Покажу на примере своих часов, потому что снимаю на свой телефон. Позвонить не с чего. Вот смотрите, я сейчас пишу сообщение в WhatsApp на Ксюшкином телефоне. И оно приходит на часики. То есть я вижу, видите. Все отлично. И то же самое звонки. Я не знаю, сейчас звонок по WhatsApp он проходит или нет. Сейчас попробую. Да, входящий звонок, вот видите. А когда не по WhatsApp, а обычный звонок, то здесь у нас зелененькая и красненькая трубочка загораются. А когда звонок по мессенджерам, то вот такое вот приходит сообщение. Ну что могу сказать? Девчонки, в итоге мне безумно нравятся часы. Цена вопроса тем более смешная. Смотрите, я сейчас вам покажу еще характеристики, кому это важно. Я себе сохранила вот такой скриншот. Тут, правда, не по-русски, но достаточно понятно. То есть можете нажать, сделать скриншот, сохранить. Батарея. Батарея. О, пишут 10 дней. А, 2-3 дня. Ну, мне кажется, 3 дня в среднем. Дисплей. И другая вот информация. Кому интересно, можете почитать, там сравнить с другими. Не знаю. Поддержка Яс и Android, да. Потому что у меня Android, у Ксюшки Яс, все получилось очень быстро. Сопрячь. В целом я безумно довольна. Ссылочки, где можно часы приобрести, я вам оставлю. Девчонки у меня уже отзывы спрашивали по прошествии времени. Я своими часами полностью довольна. Как видите, выглядят они замечательно, презентабельно. После 7 месяцев носки. Поэтому смело могу часики Ксюшек рекомендовать. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Если какие-то вопросы остались, обязательно задавайте в комментариях. Отвечу. Ну, а на этом все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.